Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам, как легко и просто пользоваться интерактивной таблицей для расчета срока окупаемости и эксплуатационных расходов. Их сравнение при использовании светодиодных светильников. Эту таблицу легко найти на сайте KBSIF, в описании практически любого светильника. Например, в светильнике Armstrong она точно есть. Этот светильник легко найти. Нажмите «Продукции», выберите категорию «Офисный» и выберите Armstrong. Вот она, иконка для перехода на таблицу. На нашем сайте лежат таблицы с последним вариантом расчета для заказчика. Наверняка вы захотите вставить в таблицу свои данные. Для этого вам необходимо загрузить таблицу себе. Это просто. Нажмите на файл «Скачать как» и выберите Microsoft Excel. Таблица загрузится на ваш компьютер. И дальше вы сможете работать, как с привычной электронной таблицей. Таблицы для разных типов светильников могут немного отличаться, поэтому для загрузки выбирайте светильники, наиболее подходящие к вашей ситуации. Откройте вашу загруженную таблицу. В таблице отображения цифр двух типов – нормальный шрифт и полужирный. Цифры с нормальным шрифтом вы можете менять по своему усмотрению. Цифры с полужирным шрифтом вычисляются автоматически. Итак, начнем. Мы специально для наглядности удалили значение, которое необходимо внести в таблицу. Стоимость электричества. Введите стоимость электричества, которую вы фактически платите со всеми накрутками и допросходами. Например, мы помимо счета за электроэнергию доплачиваем за косинус фи и за использование электросетей. Среднее время работы в сутки. Оцените, реально выключают ли свет у вас в офисах или в торговом зале днем. Многие думают, что выключают, но при неожиданной проверке оказывается, что в подавляющем большинстве случаев даже в яркий солнечный день светильники все равно светят. Очень интересный вопрос. Стоимость технического обслуживания одного светильника. Бывает, что эта часть расходов просто ускользает от вашего внимания. Представьте, у вас 365 лампочек. А в лучшем случае, лампочка перегорает раз в году. То электрик, которому вы платите, каждый день меняет, как минимум, одну лампочку. Вспомните, с чего чаще всего начинается замена лампочки. С поездки на базар или в магазин, с поиска стремянки, которую взяли соседи. Передвигание столов, перекура, с выяснения, что еще нужно менять и патрон. А все это время сотрудники в темноте курят, за ваши деньги. Время службы светильников, не ламп. Это не принципиально, но корпуса недорогих светильников редко переживают два ремонта. Время до замены ламп. В крупных компаниях, лампы меняют по расписанию, не дожидаясь самого неподходящего момента. Подойдите реалистично к этому сроку. Не доверяйте информации на упаковке. Помните, что производителям ламп невыгодно продавать долгоиграющие лампы. Стоимость комплекта ламп для замены. Обычно, уважающие свои деньги хозяева, меняют сразу все лампы в светильнике, потому, что замена ламп стоит дороже, чем сами лампы. Время работы светодиодного светильника. Все производители светодиодов пишут 100 000 часов, но кто проверял? Мы обычно пишем 50 000 часов. Стоимость утилизации ламп. Все газоразрядные лампы, ввиду ядовитости содержимого, положено сдавать на утилизацию. И она стоит денег. Период для сравнения. Вводится для того, чтобы сравнить экономический эффект за этот период. Потребляемая мощность. Обязательно проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. По поводу реальной потребляемой мощности старых светильников. Газоразрядные светильники всегда потребляют на 120-150% больше электричества, чем написано на колбах ламп. Практика показывает, что не мешает проверить и поставщика новых светильников на честность. Световой поток светильника. По сути это яркость светильника. И опять необходима проверка на честность всех производителей. Если вам нужна будет помощь, обращайтесь за консультацией в КБСАФ. Мы можем с помощью приборов, при необходимости вашем присутствии, сравнить и измерить все основные параметры любых светильников. И последнее. Цены светильников без ламп. Цену ламп мы уже занесли в таблицу, а в светодиодном лампы не меняются. Вы получили необходимые данные для экономического обоснования. Все цифры в этой таблице относятся к сравнению одной единицы светильника. Рассчитываемые данные для большего количества светильников просто умножьте на количество светильников. Накопительная таблица показывает и сравнивает затраты за текущие все предыдущие месяцы. В тот месяц, когда накопительные затраты сравнялись, есть срок окупаемости светодиодных светильников. По сравнению с традиционными, все цифры со знаком минус – это ваши сэкономленные деньги. Как видите, светодиодные светильники помогают вам экономить гораздо больше средств, чем те, которые вы в них вложили. Если у вас остались вопросы, обращайтесь, поможем во всем разобраться. Чем больше вы сэкономили, тем быстрее вы к нам придете за новыми светильниками. Начинайте экономить прямо сейчас. Звоните, не откладывая. Спасибо, и до новых встреч. Продолжение следует...